В истории, которую я сейчас расскажу, участвуют только мужчины. Среди них есть смелые, решительные, удачливые и рядом трусливые и лживые. История страшная. В рассказе будут несколько понятий, сразу раскрою их смысл. Траппер – североамериканский зверолов, промышлявший пушниной. Арикара – группа близкородственных индейских племен. Пауни – один из коренных народов США, проживавший на территории современных Небраски и Канзаса. Хью Глаз был американским охотником и горным проводником. С детства мечтал стать моряком и со временем добился в этом деле больших успехов. Однако в 1816 году во время стычки с пиратами Глаз попал в плен к известному контрабандисту Жану Лафиту. Стал одним из членов его команды по версии недобровольно. И в течение почти двух лет они грабили английские и испанские корабли в Мексиканском заливе. В 1818 году Глазу удалось сбежать с пиратского корабля, но на этом его злоключения не закончились. Он проплыл две мили по открытому морю и добрался до побережья Техаса. Не имея ни карты, ни снаряжения, он начал пробираться на север и в конце концов был свачен индейцами Пауни. Три года он жил среди коренных американцев и постигал все премудрости выживания в дикой природе. Индейцы стали относиться к нему как к члену своего племени и он в итоге заслужил уважение Пауни как ловкий и быстрый охотник, мудрый и добрый человек. Так прошло три года и в 1821 году Глаз отправился в Сент-Луис, куда была приглашена делегация Пауни для встречи с представителями американских властей. После окончания этой дипломатической миссии Глаз решил не возвращаться к индейцам и остался в городе, чтобы отдохнуть от странствий и снова ощутить комфорт цивилизации. Так прошел еще один год и однажды Глаз прочитал в местной газете заметку о создании в Сент-Луисе меховой компании скалистых гор, позднее ставшей известным под названием «Сотня Эшли», основатель которой генерал Уильям Эшли набирал отряд из 100 молодых людей для путешествия вверх по реке Миссури и исследования ее истоков. Глаз вступил в отряд, кроме него в отряде были известные трапперы. Отряд выступил в поход в начале 1823 года. Не все было гладко на пути экспедиции, суровый климат и враждебная природа отнимали силы путешественников. Во время продвижения вверх по реке охотники вступили в конфликт с местными индейцами из племени Арикара. С каждой из конфликтующих сторон были потери, а Глаз получил ранение в ногу. В августе прибыло вызванное генералом Эшли подкрепление, которое разбило индейцев сражение, после чего от основного отряда отделилось 14 человек, включая Глаза. Этот отряд возглавил майор Эндрю Генри. Они решили следовать своему собственному маршруту. Планировалось подняться вверх по реке Гранд Ривер и затем свернуть на север кустью Йеллоустона, где располагался форт Генри, который они намеревали сделать базой своей экспедиции. До него оставалось всего две недели пути, когда Глазу снова крупно не повезло. Хью Глаз, как один из самых опытных охотников в отряде, часто шел впереди остальных. Исследуя пути, подбирая место для очередной стоянки. В конце августа 1823 года у развилки Гранд Ривер в глухом лесу, собирая ягоды совсем недалеко от берега реки, он наткнулся на медвежат и их мать. Медведица Гризли, ростом 2,5 метра и весом больше 400 килограмм, встала на защиту своих детенышей и во весь опор помчалась на Глаза. Животное напало, прежде чем Глаз успел воспользоваться своим ружьем и нанесло охотнику глубокие раны когтями. Глазу, тем не менее, удалось выхватить нож, которым он стал защищаться от медведя, одновременно зовя на помощь. Прибежавшие на крик товарищи убили медведя, но Глаз уже потерял сознание. Хью был наполовину скальпирован, кожа на голове держалась лишь узкой полосой на лбу, правая рука была также сильно повреждена, но самое страшное его горло было разорвано до самой трахеи и при каждом вдохе воздух со свистом входил в легкие и над раной вздувались большие кровавые пузыри. Майор Генри перевязал Глаза как мог, зашил суровыми нитками самые большие раны и примотал скальп, разорванная рубахой обратно к черепу. Бросить товарища погибать не в правилах трапперов. Для Глаза соорудили носилки и понесли его с собой. Людям приходилось залезать на скалы, переходить реку вброд. Глаз их сильно задерживал, а отряд торопился. Приближалась зима, самое время запереться в стенах безопасного форта Генри и приниматься за охоту. Ведь в меховой компании скалистых гор ждут результатов и сдержки и так растут с каждым днем. Майор Генри был уверен, что человек с такими ранениями не проживет одного-двух дней. Поэтому он решил оставить с глазом двух добровольцев, которые похоронят его, когда он умрет, в то время как основной отряд продолжит путешествие. Майор обещал им щедрое вознаграждение. Вызвались опытный траппер Джон Фитджеральд и молодой 19-летний парень Джим Бриджер. После отбытия майора они выкопали для Глаза могилу и стали ждать его смерти. Но жизнь в нем еще теплилась и умирать он никак не собирался. Ровно так же и не собирались умирать Фитджеральд с Бриджером, которые опасались рыскавших повсюду индейцев Арикара. Трапперы не стали испытывать судьбу, столкнули так и не пришедшего в сознание Глаза в могилу, присыпали его опавшими листьями, собрали все его имущество и бросились догонять отряд Генри. Встретившись с майором, они сообщили ему, что Глаз умер. В действительности Глаз выжил. Придя в сознание через два дня, он обнаружил себя в полном одиночестве, лишенным всего снаряжения, воды и пищи. Кроме того, у него была сломана нога, а глубокие раны на спине доходили до ребер. Единственный путь к спасению – это 320 километров до форта Кайова, отправной точки их путешествия, где он может найти белых, способных оказать ему помощь. На первых порах он передвигался ползком и делал по 2-3 километра в день. Питался съедобными кореньями и ягодами, до которых он мог дотянуться. Понемногу силы стали возвращаться к Глазу, и он выломал себе палку, чтобы использовать ее в качестве костыля. Так удавалось проходить больше. Световой день сокращался, и каждая ночь становилась все холоднее и холоднее, а согреться было нечем. На ночь Глаз прятался в лощинах и оврагах и разводил небольшой костерок, чтобы Арикара не заметили огня и не сняли скальп с его головы повторно. Иногда он ставил силки на зайцев, сделанные из подручных средств. Иногда ему попадалась падаль, в которой можно было хоть немного подкрепить силы. Однажды ему удалось отогнать двух волков от уши растерзанного ими бизона и поесть мясо. Кроме того, ему помогли выжить дружелюбные индейцы, которые зашили ему раны, снабдили его едой и оружием. Так он шел больше двух месяцев. Через холодный лес и стаи диких животных, для которых инвалид на костылях был легкой добычей. Глаз дошел до форта Каева и вызвал у местных недоумение. Перед ними живой мертвец, кожа до кости, шрамы через все лицо, а в ранах глубоко засели белые черви. Когда Глаз оправился от ран, он стал готовиться к выходу. Он должен был добраться до форта Генри, найти там Бриджера и Фиджеральда, чтобы убить их на месте. Месяц занял у Глаза путь до форта Генри, однако форт был пуст. Но Хью нашел записку, в которой говорилось, что отряд Генри перешел в новый лагерь. Спустя две недели на пороге небольшого форта, то есть это избушка, служившего новым убежищем для Генри и его товарищей, появился Глаз. Наступила тишина. Все недоумевали, ведь Бриджер и Фиджеральд доложили майору, что Глаз умер у них на руках и был похоронен согласно всем обычаям. А тут он стоит на пороге живой и почти невредимый. Несколько раз Глаз ударил Бриджера, но не убил. Джейм Бриджер остался в живых и стал впоследствии одним из самых знаменитых трапперов за всю историю США. Был женат три раза и имел пятерых детей. Фиджеральд сбежал из отряда Генри еще до прихода Глаза и завербовался в армию США. Когда Глаз отыскал его, тот вполне благополучно нес свою службу. Фиджеральд вернул Глазу украденную дорогую кентукскую винтовку, но заслуженного наказания не понес, так как армия отказалась позволить гражданскому отомстить своему солдату. Оба его обидчика остались в живых и несли крест своего предательства до конца своих дней. Глаз не замарал руки их кровью. После этой истории Глаз не бросил своего привычного занятия и продолжал сопровождать партии охотников на Миссури и других реках региона. Через 10 лет, зимой 1833 года, вместе со своими двумя спутниками, Хью Глаз был убит и скальпирован на реке Йеллоустоун. Но его убийцы не остались безнаказанными. Позднее эти арикары, выдавая себя за союзных индейцев, присоединились к одной из партий американской пушной компании в качестве проводников. Однако внимательный траппер Джонсон Гарднер заметил в руках одного из них ту самую кентукскую винтовку, которая принадлежала Глазу. В ходе недолгого допроса они были разоблачены и после признания казнены на месте. История жизни Хью Глаза легла в основу многих произведений. Самый известный американский остросюжетный вестерн 2015 года «Выживший». Роль Хью Глаза в этом фильме исполнил Леонардо Ди Каприо. Спасибо за внимание.